Как делишки, ребятишки, с вами снова Эгисон, и сегодня я вместе со своим вот этим мелким подчиненным наконец-то будем открывать ресторан. В прошлой серии у нас, к сожалению, не получилось это сделать, потому что некие костянчики нам помешали со своими джакузи, утопленными медведями в этом джакузи, пони на ёлке, тёлками, бабами, бухришками, но сегодня всё будет зашибись. У нас осталось очень мало времени для того, чтобы подготовить весь ресторан, потому что кто не смотрел предыдущую серию, посмотри, если жопа не ленивая. Вам на улице уже ждут посетители для того, чтобы зайти в ресторан и покушать, поэтому подписан, у нас есть буквально минут 20, чтобы всё подготовить и заработать как можно больше бабок. А если ты мне поможешь, я тебе скину немножечко, купишь себе Майнкрафт и будешь дома задротить. Погнали! Подписан? Сыр, соль, помидорка, тесто, ну и сковородка в лоб. Приготовь пиццу. А я пока расставлю гостям тарелки. Так, так, ты там готов, готов, давай подписан. Приготовил? Давай пиццу. Помидорка, тесто, курица и опять сковородка в лоб. Приготовь бургер. Опа, пицца вот сюда. Бургер? Молодец. А сейчас сахар пряностей. Приготовь кока-колу, пожалуйста. Опа. Алё, подписан. Зафигач дошик, пожалуйста. Тут одного заказ дошик он хочет в итальянском ресторане. Ну не придурок ли, а? Пиццу мелкий. Алё, ты там делаешь? Ещё один бургер. Пасту Альфредо. Тут бы кролика зажарить нужно. Вот, кстати, один сидит на тубзилете. Ещё одну пиццу. Ещё один бургер. Мелкий пиццу. Бургер. Как он хорошо справляется, слушайте, прям прирождённый повар. Кто тут одного заказ суп из морепродуктов? Ещё одну пиццу. Слышь, мелкий, у тебя там туалетной бумаги нет, а то меня чё-то пучить начало. А у нас в этом, в туалете нет, а? Не найдётся кусочка? Ну чё, мелкий, мы справились. Всё, конечно, на камеру записывал, всё уже на ютуб. Мелкий, ты вообще прирождённый шеф-поваром. Предлагаю тебе должность шеф-повара в моём ресторане. Дай пятюню, мелкий. Ой, слишком сильно дал. Ты там очухивайся. Дорогие гости! Добро пожаловать в мой ресторан. Слишком не обжираться, сильно не перейдеть. Заходите. Мелкий, угощаю тебе кофеёчком. Ты просто огромнейший молодёж. Они сейчас обжираются, они сейчас ещё будут заказывать ещё пиццы, ещё пасты. У нас, конечно, уже все продукты практически кончились, потому что мы уже с тобой столько наготовили, что это как бздец просто. Но ничего. Я-то потратил стак золотых монет, а сейчас подниму, надеюсь, хотя бы стак, чтобы купиться. А там уже посмотрим, насколько они нажрут. Жрите, жрите, дорогие мои гости. А ты, мелкий, следи за всем. Вот. Сейчас можно хотя бы немножко, да, козлячек, секундочку расслабиться. Ты захавал сосисончик? Да, захавал. Кстати, сосисончик, пью, где мой кебаб? Вот мой кебаб. В прошлой серии все начали меня винить, мол, Эдисон, ты живодёр. Ты свою свинюху зарезал. Ребят, вы с ума сошли? Вы с ума сошли? В смысле свою свинюху зарезал? В смысле я её зарезал? Вы думаете, что я свою свинюху реально там на шашлык пустил или ещё куда-то? Ты где, мелкая? Это я другую свинюху на шашлык пустил. Вы, ребята, что вообще? Вы реально думаете, что я живодёр? Это другая на сосиски пошла, не вот эта. С этой всё нормально, поэтому не переживайте. Жива, здорова. Правда, брата лишилась? Ну, не важно. Самое главное, с этой всё нормально. Вы что думаете, что я единственного своего транспорта лишусь? Конечно. А кто меня будет доставлять до моего старого дома? Кто меня будет доставлять до Михайловича? Ага. Ладно, мы подождём. Конечно, если бы она ещё быстрее была, было бы намного проще и лучше. Стоп, таксист! Припаркуйся здесь. Иди сюда. Иди сюда. Мой старый дом. Я его ставил на три месяца. Конечно, уже не три, уже примерно два месяца. И там восемь, семь, девять дней. Я не знаю. Бедный перчик, который там по мне грустит. Катюха. Мой ком. Я то сейчас записываю из какого-то куска говна. Хорошая атмосфера. Дом. Уютные стримы. Лего стримы. Которые будут ещё через два месяца. Сезон Нубика. До этого всего ещё два месяца. А чё грустить-то? Кофе есть? Значит, жизнь удалась. Иди сюда, сынюха. Я чё-то реально проголодался. Пошли шашлык сделаем. Пора возвращаться в ресторан. Кто в двери в сранник не закрывает за собой? Чё, мелкий, пожрали всё, заказывали что-то? Да, мне кажется, они всё тут сожрали. Пора платить по счетам. Ну, в смысле рассчитывать их. Поэтому давай каждому чек. И забашляем им такую нормальненькую сумму. Давай, мелкий. Три пиццы, два бургера, три кока-колы, два кофе-эспрессо. У вас чё, животы бездомные? Чё ж так жрёте много? Короче, с вас 27 золотых монет. Два дошика, две бесплатные водички и одна помидорка. Вы чё, братья-близнецы-бабжи? Шесть золотых монет с вас. Пришли в итальянский ресторан дошик пожрать. Белое вино, красное вино, клубника со сливками, виноград, мадемуазели. У вас там свидание было. Короче, с вас 33 золотые монеты. Набухали вы, конечно, винишко дорогого. Чё зыришь, баба, плати давай. Вам там нормально сидится? 28 золотых монет с вас. Расчехляй кошелёк. Чё, дедушка с внучкой пришли покушать? Мне как бы без разницы, чё вы там, дедушка-внучка или там муж с женой. Башляй, 36 золотых монет. Нифига себе, конечно же, руны. Чё от вам уже? Полчаса назад принесли. Давайте, вы ничего не кушаете даже здесь. Платите и сматывайтесь. О, кстати, кто-то пиццу не даёт. Ну, значит, я даём. Мелкий, а ты чё, кролика не зажарил? А, ну, ладно, тогда на ужин себе приготовим. Туалетный кролик какой-то. Если туалетный утёнок, это туалетный кролик будет. Ну чё, ну чё ты, мелкий? Ты только посмотри на эту прелесть. Раз, два, три. Опа, опа, опа. Почти, чуть-чуть не хватает. И 300 золотых монет. Я не жлоб. Я обещал, ты справился. Поэтому я даю тебе, дам тебе, ну сколько ему дать? Учитывая, что он ещё школьник, чтобы не потратил деньги, там, накуривай, вот это всё. Я тебе дам, ну, допустим, 24 золотые монеты. Вот я тебе поставлю, куда бы их поставить? Сейчас. Сюда. Сюда тебе поставлю. 24 золотые монеты. Заберёшь потом. Отлично справился. Хоть 24 монеты даже много. Но да ладно, все те, кто говорил в прошлой серии, что Мэл Эдисон, ты дебил. Ребят, я потратил хоть стак золотых монет. Заработал два с половиной стака золотых монет. То есть, понимаете, с одной выручки, с одного дня, я прям сейчас могу себе купить машину. Конечно, это первый день. Конечно, все налетели как мухи, потому что открытие ресторана. Понятно, что дальше такого не будет, но всё же. Мелкий, ты где? Пошли. Кстати, камеру уже нужно забрать, я же всё это записал. Первый день как бы не как... Открытие. Открытие по... Па? Ма? Ма? Стой там, мелкий. Сейчас, подождите. А чё вы здесь собрали? Шашлык ходячий, иди сюда, ты чё там шастаешь? Ээээ... А чё... А что такое? Эд, мы тут тебе подарок решили сделать. Небольшой такой. Сынок, мы с мамой поздравляем тебя с открытием твоего ресторана. Поэтому, внучок, прими от нас это. Символичный подарок от нас всех. Тут человеку плохо, вы же смотрите, не видите? Охранник Стёпа опять перепил, бедный. Опять чекушку, небось, с салпом выпил. Подарок, говорите? Ну, не стоило. Нет, я понимаю, что это такой небольшой праздник. Всё же открытие до ресторана. Спасибо большое вам всем. А что мне там подарили? Вывеска? А где предыдущий? А я-то думаю, а где предыдущая вывеска пропала? Ну ладно, давайте посмотрим на новую. Вы готовы? Мне даже интересно, что там будет. Раз. Два. Три. Я сейчас заплачу. Ребят, чё цыку? Ой, какой красавец. Итальяно. Перец яду. Мелки, отойди. Вот эту вывеску, вот эту табличку я уже могу убрать. Потому что зачем мне такая табличка, когда у меня вот такой ресторан... Не толкайся. Вот такая вот ресторанная вывеска есть. Итальяно. Перец яду. Пицца. Спасибо большое вам, а. Спасибо. 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 Спасибо.